Ассаляму алейкум и рахматуллахи и баракату. Дорогие братья, дорогие сёстры, хочу сегодня продолжить разговор на тему лечения таких болезней, как сахарный диабет второго типа, инсулиновая резистентность, ожирение и так далее. И сегодня хочу рассказать об истории своего исцеления, об истории, о методе, который мне позволил с помощью Всевышнего Аллаха обрести здоровье, избавиться от лишнего веса, да и вообще укрепить своё здоровье, избавившись от многих-многих симптомов, таких как повышенное артериальное давление и так далее. Что удивительно, самыми полезными, самыми действенными являются те методы из диет или же режимов питания, которые больше соответствуют Священному Корану, Сунне Посланника Аллаха, саллиллаху алейкум ассаляма. Говоря вкратце, метод, который позволил мне избавиться от сахарного диабета второго типа, это две вещи, то есть одна диета и второй режим питания. Диета — это значит диета с содержанием минимального количества углеводов, и в котором около 70% калорий составляют жиры. Это жиры животного происхождения и растительного происхождения. Не рафинированные, не гидроризированные, а естественные жиры. И когда после выхода первого ролика, следя за комментариями и за резонансом, который вызвал этот ролик, многие полагают, что это такой простой метод, и это вот что-то такое, да, которое вот одно, один и несколько шагов, и вот все, ты избавился от сахарного диабета. Нет, конечно, дорогие братья и сестры, вы должны знать, что подобные болезни, как сахарный диабет, ожирение — это результат гормонального нарушения, это результат вредного, неполезного, неправильного питания, который вошел в привычку каждого страдающего. И в первую очередь вы должны очень хорошо себя представить, для того, чтобы получить здоровье, необходимо терпение. Раз. Во-вторых, необходимо избавление, отказ от многих привычных нам в нашем рационе вещей. И проявить терпение для того, чтобы вот несколько месяцев, от одного до трех месяцев. И отход от этих привычек — это уже будет большая польза для вашего здоровья. Можно назвать смело, это большая инвестиция в укрепление вашего же здоровья, большой вклад. Начну с первого. Диета — это низкоуглеводная диета. Эту диету еще называют кетогенной диетой. А подробнее я применял здоровое, как это называется. Это значит, я употреблял в пищу животные жиры. То есть мясо, любое мясо, но не постное. Мясо с содержанием жиров, умеренное употребление белка, умеренное употребление жиров вместе с достаточным неограниченным количеством свежих овощей, листовых салатов, таких как петрушка, сельдерей, рукола, капуста. То есть эти вещи, они содержат очень полезные для восстановления нашего здоровья питательные вещества. То есть любой человек может сегодня в просторах интернета найти, что такое здоровое кето, то есть что такое кето-диета. Придерживаемся этой диеты, раз. Во-вторых, режим питания. Что означает режим питания? Это когда мы стараемся мало есть. Ведь сунна пророка, саллиллаху алейхи вассаляма, и заключается в том, чтобы мы умеренно употребляли пищу. И благодаря тому, что если вам удастся соблюдать этот режим питания и вылечиться от сахарного диабета, вы приобретете очень хорошую привычку есть согласно сунне пророка, саллиллаху алейхи вассаляма. Я предлагаю вам сделать такое намерение. То есть не получить только здоровье, а вернуться, оживить, претворить, внедрить в свою жизнь одну из сун важных, сун пророка, саллиллаху алейхи вассаляма. Где же здесь соответствие священному Корану, вы спросите. Вот что касается жиров, нам всем известно, нас все время официальная медицина пугала, особенно животных жиров, что это источник холестерина, что это источник всяких там болезней и так далее. Но когда-нибудь, то есть те гипотезы, которые противоречат аятам священного Корана или же сунни пророка, саллиллаху алейхи вассаляма, они обречены. И рано или поздно человечество возвращается к тому, что было сказано в священном Коране. Давайте послушаем аят из сурату аль-ан'ам, 146-й аят, где Всевышний Аллах говорит о животных жирах. Аллах в священном Коране говорит, Аллах говорит, иудеям мы запретили употреблять в пищу всех животных с цельными копытами, а также с когтями. Мы запретили им коровий и овечий жир, говорит Аллах. Кроме того, что на спинном хребте и внутренностях или то, что неотделимо от костей, так мы наказали их за непокорность. Согласно этому аяту Всевышний Аллах за непокорность и враждебность иудеев к пророкам алейхи вассалату вассалям Всевышний Аллах их наказал. Согласно этому аяту Аллах наказал их запретом для них коровьего и овечьего жира. То есть, если Всевышний Аллах в качестве наказания им запретил эти продукты, значит, эти продукты обладают очень колоссальной пользой для человека. Также другой аят Священного Кур'ана, где Всевышний Аллах говорит Сура Ан-Ниса. Аллах говорит Аула Биллах Минал-Шайтан Раджим Фабилулмим Минал-Лазина Хаду Харрамна Алейхим Тай-Ибатин Ухиллят Лахум Вабисадди Хин Ан-Сабил Лахи Кафира Аллах говорит За несправедливость иудеев мы запретили им блага, которые были дозволены им раньше, а также за то, что они многих сбили с пути Аллаха. Жиры Всевышний Аллах в этом аяте называет благами. Как может быть вредным для человека то, что Творец наш Создатель называет благами? Конечно, когда основным рационом современного человека являются углеводы. И сегодня если употреблять много жиров и много углеводов, естественно, возникнет проблема, возникнут многочисленные проблемы со здоровьем. Речь идет о том, чтобы наш рацион составлял 70% калорий нашего рациона составляли жиры. Почему жиры? Потому что для того, чтобы избавиться от сахарного диабета необходимо, чтобы питание рациона болеющего или же страдающего ожирением не вызывало резких скачков инсулина. а жиры вызывают минимальные скачки инсулина и тем самым позволяют предоставляют так скажем на понятном языке освобождают от нагрузки поджелудочную железу, освобождают от нагрузки твою печень и тем самым они получают возможность восстановления и исцеления. Вот рацион вот именно в котором большая часть калорий составляют жиры это жиры они могут быть жирами животных которые входят в состав мяса жирного рыбы жирной что касается мяса птиц то есть курица ее следует есть с кожицей потому что жир птичий жир весь он находится в шкурке этого животного поэтому современные источники современные исследования доказывают что постные белки они являются вредными то есть наука приходит к тому что сказано в священном куране о жирах и следующий метод это интервальное голодание вы очень легко можете в просторах интернета найти и схемы и порядок каким образом соблюдать периодическое голодание каким образом что значит интервальное голодание когда лучше есть в итоге получается мы стараемся как можно меньше есть делая увеличивая интервал между последним приемом пищи за наш сегодняшний день и завтрак следующего дня то есть начиная с трехразового питания воздерживаясь при этом от перекусов между приемами пищи и постепенно переходя на двухразовое питание и стараясь эти двухразовое питание то есть таким образом сужая окно питания увеличивая интервал голодания и таким образом придерживаясь вот этих двух режимов этого этой диеты и этого режима питания в течение нескольких месяцев трех месяцев ты очень быстро избавишься от повышенного сахара в крови от повышенного артериального давления и тем самым и конечно очень важно то есть здесь в рамках одной лекции я вам конечно не смогу вам передать все подробности этой методики потому что здесь применяются еще такие препараты как то есть такие растительные лекарства как черный тмин хлеба яблочный уксус вода с лимоном и так далее это все вместе составляет вот в общем исцеление от сахарного диабета но конечно я всех кто сегодня принимает таблетки посещает своего лечащего врача настойчиво рекомендую не заниматься самолечением однако переходя на подобный на подобную методику лечения чтобы вы строго согласовали со своим лечащим врачом дорогие братья и сестры после выхода первого ролика я получил огромное количество просьб и пожеланий да и очень много людей просят встречи лично со мной о том чтобы для того чтобы поделиться этим методом для того чтобы предоставить такую возможность было принято решение подготовить подробный курс где будет достаточное количество роликов где будут подробные инструкции иншалла в ближайшее время я думаю этот курс будет готов и мы об этом объявим